всем привет хочу вам сегодня показать свои комнатные растения вот это мои цветочки на окошке на кухне у меня стоят у меня только цветы на кухне больше нигде нет потому что здесь я больше всего нахожусь здесь у меня жалюзи нет завесок и мне все видно я любуюсь ими в комнате я там все проветриваю из-за этого я там цветы не ставлю на подоконнике есть там принципе не вижу вот это у меня stefan otis ему очень много лет мне муж его давным-давно подарил на 8 марта лет наверное ему 8 вот так вот он у меня нарос такой хорошенький сейчас цветет каждый год практически до этого очень долго не цвел а сейчас вот ему как-то видно хорошо и вот он такой хорошенький цветет такими белыми цветочками очень-очень цветы эти пахнут вот если на кухне этот цветок зацвел то просто я вот если сижу рядом нас тут уголок я просто задыхаюсь от этого формата я открываю окно на проветривание просто вот очень такой вообще вот цветок который запах вообще вот просто распространяется на всю кухню вот это у меня кротон кротон тоже у меня уже много лет живет этот кротон не отдала одна знакомая я его взяла он у нее был такой больной обработала пересадила он у меня потом всю листву сбросила того что его пересадила я его в итоге обрезала у него была такая палка длинной на конце палки только были листья вот так я его обрезала он не вот так дал две макушки и 3 еще вот здесь вот макушка вот это вот сейчас он у меня тоже сбросил листву от того что его пересадить решила осенью как говорится не делай добро не получишь вот такой результат подумала что и надо поменять ему землю что ему очень мало земли вы там кашпо подсыпала ему земли потревожила короче говоря его да и вот он у меня взял и сбросил почти все листья стал такой лысый был такой красавец а сейчас вот такой смешной но я надеюсь что сейчас вроде как пристал уже сбрасывать уже все что можно сбросил все-таки может быть весной он у меня отойдет отрастет и будет опять красавцем пока вот такой смешно чей вот у меня кливия эту кливью я взяла маленьким череночка она у меня росла росла не цвела никак я все думаю чушь на меня цветет я уже в подвал спустила дала и покой как написано вот я прочитал что и период покоя прохлада темноте все дала и как положено но она мне все равно не цвела а потом видно нарастила на корневую систему сама вот так вот выросла разжирела и стала цвести очень красиво цветет вообще очень красиво и вы часто на мне смотрите дала вот такую вот детку видите вот деточка выросла но тоже боюсь трогать как с кротоном получилось не хочу сейчас кливы тревожить а то и не зацветет потому что она цветет зимой где-то вот после нового года может быть зацветет ну дай бог вот смотрите я с этого цветочка со своего взяла череночки вот вот веточку вот здесь вот отрезала потому что и так много массы такой листовой в том году я брала черенок с него из трех черенков у меня два прижилось один только пропало два прижилось буду надеяться что эти хоть в какой-нибудь да приживется у меня туриум вот такой красавец розовых посмотрите антуриум красный красавец розовый и антуриума у меня маленький череночек красного у меня был красный антуриум большой такой цветок свел он у меня практически круглый год но потом вот как-то резко хоп и перестал цвести я почитала что его все-таки надо обновлять вот я с него взяла черенок тот куст выкинула череночек вот посадила теперь жду когда же на меня разрастется вот у меня еще фикус бенджамина такой большой цветок вот у меня тоже выращен из черенка фикус бенджамина но уже другой раскраски видите окраска у него вот такая вот красивая тоже вот орхидейка моя маленькая орхидейка мне в этот раз дала три стрелы даже не ожидала такого от нее эту орхидею не отдала свекровь не кто-то подарил она решила мне передарить я и я и обратно его отдала говорю не надо мне такого цветочка забирай себе и обратно она ведь мне потом опять его принесла я уже просто жалилась над ней над этой бедной орхидеей взяла пересадила ее и она вот у меня каждый год теперь меня радует я нисколько не пожалела спасибо большое моей свекрови что она мне его подарила очень красивая компактная маленькая неприхотливая вообще орхидеи мне кажется неприхотливые растения главное не залить вот у нас уже тут видите окошечко тоже украшено новый год у нас уже во все так сейчас я вам покажу свою украшенную елочку сына у меня все-таки выпросил сам ее собрал так вот уже у нас она во все сверкает у нас уже во все новый год ждем не дождем вот наша елочка красавица сыночек ее собрал я ее украсила сына вместе с маленьким вот так вот мы ждем наступления нового года ждем дедушку мороза с подарочками сейчас вам покажу как у меня развиваются мои маленькие герани которые я недавно посадила вот мои маленькие герани выращенные семян вот они как выглядят у меня на 5 декабря вот так вот подросли такие хорошенькие уже крепенькие вот как выглядят сидят они у меня под фитолампами такие вот они компактные это совсем маленькая что-то вообще очень очень плохо растет компактные такие вот не вытянувшиеся света им достаточно вот смотрите какие большие две вот тут у меня так сейчас посмотрим какая у них корневая такая корневая у них уже смотрите видно не видно вот там вот видите корешок вот какой вот уже по дну по баночке пустили корневую систему такие хорошенькие герани получились вот еще смотрите не удержалась и купила в магазине еще два пакетика семян вот серия шоколад черри это значит листики будут они такого шоколадного цвета коричневые такие вот цветок 10 сантиметров обещают а высота 30 сантиметров будет и вот такую еще купила красивую тоже симона такой у меня тоже нет тоже вот что тут пишут 15 сантиметров цветок будет ну ничего себе а высота 35 сантиметров вот по 60 рублей такое по три семечка в каждом в каждой упаковке посажу вот еще положу проращивать на бумажку положу сначала проращивать буду а потом посажу по стаканчиком так неудобней вот так вот вам сегодня сделала вот такой небольшой обзорчик и пеларгонии комнатных своих растений а эти у меня растения все ждут лето потому что они все пойдут жить на улицу на все лето а те растения мои живут у меня дома я их никогда не выношу на улицу все всем всего доброго подписывайтесь на мой канал до свидания